Алена Насалузина владеет уникальной техникой рисования на воде под названием Эбру. Несмотря на свою особенность здоровья, девушка не только развивает собственные творческие способности, но и помогает другим прикоснуться к настоящему искусству с помощью красок и воды. Как ты относишься к творчеству вообще? С любовью. Что оно тебе дает? Добро, развлечения, радостные. То есть только положительные? У каждого в работах своя изюминка. Кто-то рисует всех животных квадратными, другой же предпочитает абстракцию и плавные линии. Среди особенных ребят есть и настоящие таланты. Работы некоторых готовятся к отправке в Московскую арт-галерею. По словам преподавателей, главное найти занятие по душе. Это вот часть картины рисую я, профессиональный. А часть у нас рисует вот это Ваня рисовал, это Катерина. У Катерины тоже синдром Дауна, у Ванечки аутизм. Если обычные люди скованы, а вот особые ребята, они наоборот очень открыты, они готовы делиться, вот это собственно и нужно использовать. То есть нужно соединить вот эти два разных мира. Помимо ярмарки реабилитационных программ «Мир особых мастеров» на фестивале проходят уникальные мастер-классы и лекции. Специалисты в области психиатрии обмениваются опытом работы с особенными пациентами. Его цель – объединение волонтеров, работающих в сфере медицины, психиатрических учреждениях и психоневрологических интернатов. Основная задача – помочь людям найти свое место в обществе и быть востребованным. Для каждого из нас очень важно, когда тебя принимает общество, понимает и старается тебе не просто помогать абы как, оно просто старается с тобой жить вместе и совместно с тобой развиваться. Это главное. В научных лекциях, мастер-классах и круглых столах принимают участие более двухсот специалистов. По словам организаторов, подобный обмен опытом позволяет не только лучше понять свою профессию, но и в очередной раз убедиться, те, о ком в обществе стараются не говорить, вовсе не являются другими. Дарья Смирнова, Сергей Ватин. День в событиях.